Всем здравствуйте, меня зовут Ирина и в этом ролике я бы хотела вам поведать о трудностях переезда в другую страну, с которыми столкнулась я. И мне кажется, здесь я могу приписать не только Германию, а переезд вообще в какую-либо другую страну и поведать вам о моем личном опыте, что же я все-таки пережила. И первое, с чем столкнется любой человек, который переезжает в ту или иную страну, это, конечно, будет язык. Как бы хорошо вы его не знали, на каком уровне вы им не владели, какой сертификат вы бы не имели, но попав именно в обитание среду носителя этого языка, вам придется нелегко. Потому что вы уже не сможете так легко понимать ту речь, которую вы привыкли слышать на своем родном языке. И вам надо будет всегда прикладывать усилия, чтобы понять, что от вас хотят. И, конечно, такие же усилия, может, еще и больше, чтобы ответить. Как ранее, в том или ином видео я уже рассказывала о том, что я заговорила на немецком языке спустя год, может, даже и больше. Потому что меня всегда сковывало это. Хоть я и находилась в среде обитания носителей языка. Я говорю сейчас конкретно про немецкий язык. И да, это достаточно сложно. Отвечать, понимать намного легче ты начинаешь. Но это именно переходить в диалог, разговорную речь, это, правда, сложновато. Меня всегда сковывало все. Я думала, что обо мне подумают. Я не могла сказать. Я думала, что я говорю неправильно. Но потом, в какой-то момент, я поняла, что все-таки я уже обладаю тем самым знанием языка, словарным запасом, и пора бы уже начать. То есть я скажу, что я сама себя пересилила и начала с ошибками, с долгими паузами, витания где-то вот так в облаках, вспоминая то или иное слово, разговаривать. То есть это не произошло само. Это опять я прикладывала усилия. И постепенно двигаясь вперед, когда ты пребываешь в стране, тебе хоть как надо решать какие-то проблемы. И вторым пунктом я назову это оформление документов. И сюда же, наверное, включу признание диплома. Так как все это опять действуется на другом языке, иностранном для меня, я говорю, немецком, то, да, действительно, это происходит довольно-таки тяжело. Потому что переоформление документов, это длится здесь ни в одну неделю, ни в один месяц. Вам надо все заранее готовить, заказывать бумажки, может, какие-то апостели. То есть вам надо проставлять их переводы, не просто у переводчика, а который владеет нотариальной силой. Это все стоит нервов, времени и, конечно, денег. Я скажу, даже немаленьких. То есть язык, оформление документов, это то, что займет у вас очень много нервов. И мы переходим уже к следующему пункту, что вот вы проживаете, время идет своим чередом, оформляете документы, учите язык. И очередная трудность на тот момент, с которым я столкнулась, это очень многие вопросы, даже скажу государственной важностью, могут решаться онлайн. И вот это для меня было немножко неудобно, потому что я привыкла именно к тому, что ты можешь прийти и решить с человеком, ты это тет глаза в глаза, все вопросы, и прийти там на следующий день уже без очереди отдать документы. То есть здесь такого нет, здесь желательно узнавать заранее, приезжать уже в назначенное тебе время, потому что мало кто здесь принимает без записи. Для меня очень страшно было звонить по телефону, потому что они разговаривают быстро, понятное дело на немецком, я не все могла улавливать. И вот таким образом по e-mail, медленно, но верно, с переводчиком решались эти дела. И в чем еще составлялась трудность, это я говорю сейчас про общение по электронной почте, что если ты пишешь куда-то заявление, не просто вопрос, а именно уже так общаешься на деловом уровне, то идет письмо определенного образца. То есть здесь именно придерживаются определенного формата написания письма. Что здесь пишется... Я думаю, если вы изучаете немецкий язык, вы должны понимать, о чем я на курсах всегда этому обучаю. Здесь пишут, например, свои данные в этом уголке, данные, к кому вы обращаетесь. Такое-то начало, вступление, столько строчек отступить, здесь дата, роспись. То есть все должно выглядеть именно в официальной форме. И да, для меня это тоже было немножко так сложновато, трудновато, но на данный момент я нахожу это большим плюсом, когда ты можешь, не выходя из дома, решить все необходимое, все необходимые вопросы. И переходя к следующему пункту, мне кажется, это не будет ни для кого секрет, причем я затрагивала эту тему неоднократно в моих видео, это менталитет. Да, вы с этой проблемой столкнетесь, и у вас будет достаточно переломный момент. Вы сразу этого не поймете, а к вам это придет постепенно, медленно, не торопясь. И когда вы поймете, что вам сложно, вы ломаетесь. С чем же это связано? В каждой стране, в каждой национальности свои привычки, традиции, правила. И приезжая в новую страну, в другую, вам, конечно, придется отказаться от своих и принять новое. И не уходя далеко от предыдущего пункта, я назову такую сложность, как это умение быть открытым другим национальностям. И нет, это не просто так, я говорю, потому что непосредственно в Германии, я не знаю, как в других странах и где живу я, здесь очень много разных людей из разных стран именно живут. Испанцы, итальянцы, турки, украинцы, может, белорусы. То есть, вот это большинство людей, которое скопилось и живет в одном месте. Также присутствует очень много людей, так скажем, чернокожих, то есть темной нации. И к чему я это все говорю, что, как я не люблю это слово. Если вы расист, то вам будет достаточно тяжело здесь находиться, привыкнуть. Здесь ко всему относятся нормально, спокойно, любой человек, этот человек в первую очередь. Готовьтесь к этому, умение общаться со всеми национальностями и, главное, относиться к ним хорошо. Ну и спустя какое-то время, когда у вас уже проходит эта эйфория, пребывание в новой стране, вся эта диковинка и новизна, у вас уже стаканились все проблемы, то есть вы решили основную часть документов, там, да, какие-то вопросы с документами. У вас настает, так скажем, спокойное время. И с чем я опять столкнулась, это одиночество. Я прям назову это самым большим пунктом, который вас будет ломать не просто, а с треском. Это была именно та трудность, с которой я столкнулась и из-за которой я, можно сказать, не собрала чемодан и не уехала обратно в Россию. Это очень тяжело, на эту тему я хочу снять отдельное видео, если вам интересно, поставьте плюсик в комментариях. Я опять рассказываю про свою ситуацию, потому что при переезде в новую страну у меня здесь не друзей, никаких родственников, тем более не было я, была одна, и мое ближайшее окружение это была гастфамилия, потому что я приехала по контракту Опер Метхен. Все. В принципе, я ни с кем больше не общалась. Вот эта ярко выраженная депрессия, одиночество у меня наступило где-то спустя 3-4 месяца пребывания уже в Германии. Ой, ребят, как это сломает вас, и уже только вы будете решать, будете вы бороться или соберете чемодан и уедете. Потому что много разных мыслей в голове, нет друзей, с которыми можно поговорить по душам, нет общения постоянного, вот это затруднение, трудность еще в общении на другом языке, то есть вы не можете спокойно сесть и что-то рассказать, у вас будет вот эта сомкнутость и недоставание, наверное, словарного запаса. Это, наверное, самый большой пункт, самая большая трудность, с которой я столкнулась. Ну вот видео подошло к концу, я рассказала о 8 трудностях переезда в Германию, с которыми я столкнулась, которые меня затронули. Я думаю, это просто будет вам интересно знать, быть информированными и знать, к чему готовиться. Все равно, как бы вы не готовились, как бы вы этого не знали, но столкнувшись лицом к лицу, вы поймете, о чем я говорю. Всем желаю удачи, всем желаю отличного настроения, благодарю вас за этот просмотр и всем пока-пока!